Всем привет! С вами мастер спорта Михаил Миличук и мы продолжаем разбирать быстрые и красивые партии. И сегодня мы разберем очень интересную партию между двумя очень сильными гроссмейстерами. Болгарином Чапариновым Иваном и россиянином Папином Василием. Партия игралась в Москве на AeroFloat Open в турнире А в 2011 году. А перед началом видео я вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал, буду очень благодарен. А мы поехали! Белыми играет Иван Чапаринов и начинает с ферзовой пешки. D4, Папин отвечает D5, C4, C6, славянская защита. Конь F3, конь F6, конь C3, Dc. Папин принимает жертву пешки. A4, E6, все известная теория. Здесь Иван Чапаринов сыграл E4, также здесь еще играют E3. И у черных такая стандартная игра, черные подрывают белый центр. После взятия, конь C6, рекировка, C, D, E, D, слон E7, ферзь E2. Типичные позиции, вот с атаки Панова такие получаются. Ну и принято ферзевым гамбить у белых изолятор, но хорошая фигурная игра. Сыграно было E4, принципиальный ход. Папин играет слон B4, висит пешка на E4. И вот с этого момента Иван Чапаринов применяет очень ответственное решение. Он жертвует пешку, слон бьет C4. Давайте разберем, какие варианты здесь наиболее популярны. Чаще всего на практике играют E5. Белая пешка идет вперед, уходит с подбоя, нападает на коня. Далее, возможно, такой вариант. Например, конь D5. Белый играет слон D2, защищая коня. Но в этом случае черные пытаются защитить пешку на C4 и удержать лишнюю пешку. Например, после АБ черные берут сначала коня, потому что на ЦБ последовал бы ход конь B5. Взятие, взятие. Черные сохраняют лишнюю пешку, но белые здесь довольно энергично должны играть. Вот конь G5 сильный ход. Например, если черные пытаются прогнать этого коня, то еще выходит ферзь на H5. Нельзя бить черным коня, ввиду того, что белый ферзь заберет ладью. А если черные играют G6, белые могут отойти ферзь H3. Довольно сложная игра. Так было в партии Анант и Ильянов. Также черные здесь могут сыграть и рокировка. Мне кажется, что рокировка именно вариант более интересный. Тут белые могут сыграть конь E4. Черные могут ответить конь C6. И у белых при случае есть вариант, который форсирует ничью. Слон бьет H6. Вот такая вот жертва есть. Ферзь H6. Очень страшно черным королю. Но после хода F5 ресурсов у белых для атаки немного. Поэтому белые тут могут форсировать ничью вечным шахом. Так была в партии Илюшина Гунина. Конь G5 не помогает. Черные подойдут ферзь E7. Защитят поле H7. То есть мата здесь белый не поставят. Вот такие интересные варианты могли бы получиться. Но Иван Чифаринов жертвует пешку. Он пытается сразу отыграть. Конь бьет E4. Так тоже на практике много раз играли. Но черных лишняя пешка. Иван Чифаринов делает рокировку. Жертвуя вторую пешку. Ну как правило соперники не берут вторую пешку. Потому что надо и над развитием подумать. И Папин сыграл конь F6. Отвел коня назад. Для любителей острых ощущений давайте мы посмотрим, что же будет на взятие коня. Например, если черные заберут конь C3. Белые конечно же забирают коня. Черные забирают. Белые могут напасть на слона. У черных две лишние пешки. Но у белых очень сильная инициатива будет. Так как много фигур лишних в атаке. И уже сделана рокировка. И белые смутно идут в атаку. Опять конь E5. Конь идет в центр. Нападая на поле F7. Черные, например, могут сыграть конь D7. И у белых есть сильный ход F4. Нападая на слабую пешку G7. Черные могут выйти F6. Рокировку здесь делать не очень хорошо. Ведут всяких вариантов. Слон H6. Если черные играют F6. У белых есть сильный ход. Ладьян D1. У белых сильная инициатива. И здесь давайте посмотрим еще 3 разлетения за черным. Значит, если черные играют конь E5. Тут у белых отличная позиция. Белые могут забрать пешкой. Например, ферзь E5. Слон прогоняет ферзя. Надо черным играть H5. Ферзь H4. Мы видим, что белые выражают мат на D8. Висит ферзь на E5. И у черных большие проблемы. Если черные ходят слон E7, чтобы закрыться от мату. То белые могут форсировать на перейти в окончание. Где слон будет сильнее, чем 3 пешки. Так как черные еще не успели развиться. Здесь у белых огромное преимущество. Также на ладья D1 у черных есть ход G6. У белых тут находится красивая жертва. По мнению компьютера сильнейший ход. Конь F7 жертва коня. Король F7 бить плохо, беду ладья F3. И мы видим связку черного ферзя. А если бить ферзем, ферзь F7, тогда белые забирают на E6. Ферзь F6, ладья E3. Рентгеном ставим проблему черному королю. Король уходит. И после входа D5, несмотря на лишнюю фигуру, черным практически нечем играть. А также у белых тут угрожают всякие вскрытия. Потенциальные связки на ферзя. И конь черный связан. Позиция черных тоже здесь, по мнению компьютера, очень тяжелая. И последний вариант. Это если черный делает рокировку. Тут белые могут сыграть ладья H3. Переводя ладью с ферзем на королевский фланг для атаки. Если черный забирает пешку. Ферзь H4. Горзик мат на H7. Черные, например, уводят пешку. Слон H4. Ферзь H5. Ладья G3. И черный здесь проигрывает. Так как есть сильная угроза. Слон D3. Ферзь отходит. Потом ладья G5. Забираем ладью и пешку. И в итоге потом матуем короля. Тут черные, конечно, погибают. Три пешки не спасают. Слишком плохое развитие у черных. Поэтому Папин сыграл конь F6. Решил быстренько уйти в защиту. Чапаринов вводит ферзя. Ферзь Е2. Ректировка. Ладья D1. Ладья становится в засаду. Теперь черные не способны. Подрывать белый центр. Черные выходят конем. Ладья D3. Типичный прием. В таких позициях ладья при случае в дальнейшем перейдет на поле G3. Где будет атаковать, связывать черную пешку. Черные играют B5. И это уже грубая ошибка. Крепче был ход конь D5. Также тут белые могут сыграть конь E5. Черные F6. И еще белые должны доказать свою инициативу. Так как лишняя пешка у черных пока сохраняется. Довольно сложная позиция здесь. А после B5 у белых сразу большое преимущество. Белые забрали пешку. Черные сыграли конь B6. Нападая на слона. Слон просто отходит. Черные забирают пешку. И Иван Чапаринов идет конем в центр. Теперь мы видим, как все белые фигуры занимают активные позиции. А также ладья готова включиться тоже в игру. Папин развивает слона. Иван ходит в ладья G3. Уже намекая на угрозу слона H6 с угрозой. Потом взятие пешки на G7. И тут Папин уже делает решающую ошибку ладья E8. Ну тяжело здесь черным играть. Возможно сильнейшее продолжение за Папина было взятие пешки на D4. Здесь белые отыгрывают качество и получают преимущество. Но может быть тут еще в черном были бы какие-то шансы гипотетические на ничуть. Например, Ферзь e5. Можно прогнать ферзя. Конь D3 еще прогоняет ферзя. И здесь белые могут просто разменяться. Здесь выиграть качество. Забрать пешку на B5. И за качество у черных одна пешка. Ну и белые, наверное, все-таки при правильной игре должны победить. Но это было лучшее решение для черных. Ладья E8 ход уже проигрывает. Иван Чапаринов делает связку коню. Очень страшная связка. Теперь нельзя от нее избавиться ни ходом А6 ввиду сломбит А6. Ни ферзям ввести нельзя ввиду сломбит А6. И черные здесь просто погибают. Король F8. Пытаясь выйти потом ферзем, возможно, из-под связки. Чтоб на слону F6 появился ход GF. Но не помогает. Иван Чапаринов отыгрывает пока пешку. Восстанавливает материальное равновесие. Но у черных и король плохой, и связка. И ходить им почти некуда. И последний ход H6 еще. Пытаясь прогнать слона, избавиться от связки. Также не помогали здесь и другие продолжения. Например, если черный играет на FD5. Есть такой интересный вариант. Взятие-взятие. Ферзь E3. На самом деле, странный ход с виду, но очень сильная угроза слона бьет F6. Например, если черные берут слона здесь, белые забирают здесь. На ферзи F6 будет вилка, конь D7. А на GF последует шаг. Конь C6. И белые выигрывают здесь ферзя и партию. Так что здесь уже не помогают черным ничего. H6 было сделано. И слон бьет F6. Слон меняется на ферзя. После ферзи F6, как сыграл Василий Папин. Белые сыграли очень красиво. Они сыграли конь А4. Отвлекая черного коня. Теперь черному коню нельзя бить коня. Потому что белые идут конь D7. И выигрывают ферзя. Нападая на короля и на ферзя давая вилку. В этой позиции Василий Папин на 20-м ходу уже сдался. Так как не спасти здесь никакую фигуру. Висит конь. Висит конь D7. Угроза. И черные остаются без коня. Не помогает их ход ферзь D8. Ведут взятия. Взятие конь D7. И опять же вилка и белый побеждают. Также здесь не помогало Василию и взятие жертвы. Так как белые красиво могут закончить партию. Жертвы коня. Конь и всем. Надо бить королем. Потому что приходит ферзя. Конь может еще и пешку забрать. А на взятие ферзя H5 шаг. Король убегает. Можно просто дать шаг. Забрать на B7. У белых лишняя пешка. Сильнейшая атака. Ну и конечно в дальнейшем угрозы мат королю. Например где-то слона 4. Конь и 4. И уже поставить мат черному королю. Позиция черных и тут и там везде безнадежная. Но вот после последнего хода конь и 4. 20-й ход. Василий Папин сдался. Очень красивая партия. Белые стратегически переиграли своего противника. Так что учите теорию. А вам если понравилась моя партия. Не моя. Мой разбор. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И до новых встреч. Друзья. Пока.